Здравствуйте, я Дмитрий Орлов, морской биолог, путешественник и инструктор дайвинг-инструкторов. Я продолжаю вам рассказывать про странные континенты, в которых побывал, нырял, плавал с акулами, китами. И сегодня я вам расскажу про Австралию. Побывать на далеком зеленом континенте, где прыгают кенгуру и бегают страусы – мечта любого путешественника. В прежние времена Австралия была символом того, что принято называть далеко, где люди ходят кверх ногами. Сейчас мир стал маленьким, и долететь до любого уголка земного шара – вопрос одних-двух суток. Но до Австралии все равно не близко. Для тех, кто приезжает сюда впервые, главное удивление заключается в том, что вроде как летели-летели, а люди здесь живут обычные дома, обычные, и природа не особенно сказочная. Конечно, есть красивые пейзажи на южном побережье. Но даже на Средиземном море есть пейзажи не хуже. Если же от побережья проехать вглубь страны, то там становится совсем скучно. Бескрайние поля сменяются пустыней, которая и съела большую часть этого материка острова. По всему побережью Австралии есть давинг, весьма разнообразный в зависимости от месторасположения. От вечных холодных вод Аделаиды и Мельбурна на юге до Большого барьерного рифа на северо-востоке и рифа Нингалу на северо-западе. Каждое из этих мест имеет свою изюминку. Но, конечно, самое известное место погружения в Австралию – это Большой барьерный риф. Есть у нас такое понятие «чудо света», которым принято обозначать нечто совсем уж удивительное и необычайное. Большой барьерный риф считается одним из восьми чудес света, особенно дорогим чудом для нас, людей водоплавающих. Каждый дайвер мечтает понырять на ББР. Хотя бы просто потому, что это самое большое коралловое образование на свете. Впрочем, никакого чуда в Большом рифе нет, ибо это всего лишь грандиозная система коралловых рифов, родившаяся 6 тысяч лет назад в результате таяния ледников, последующего затопления суши и повышения уровня океана на 100 метров. Крохотные коралловые полипы создали Большой барьерный риф общей площадью 349 тысяч квадратных километров, протянувшийся вдоль северо-восточного побережья австралийского штата Квинсленд на 2000 километров в длину и являющийся местообитанием для многих тысяч видов беспозвоночных и полутора тысяч видов рыб. Кроме того, риф стал родильным домом для горбатых китов, дюгоний и черепах, источником существования тысяч людей. Честь открытия Большого барьерного рифа принадлежит капитану Джеймсу Куку. Он был послан в Южную Пацифику в 1770 году для астрономических исследований. Заодно капитан решил найти загадочный Великий Южный континент, эмпирически предсказанный географами на основании обрывочных свидетельств выживших моряков. Дойдя на корабле «Эндавор» до Таити, Кук взял курс на землю Ван-Димена, это остров Тасмания сейчас, но вскоре шторма отнесли его на север. В результате «Эндавор» попал в лабиринт коралловых рифов ББРа, избегал их некоторое время, прокладывая курс на север, но в конце концов сел-таки на мель. Опыт и талант капитана Кука позволили снять судно с мели, восстановить мачты, залатать пробоины и выйти из рифовой системы в открытое море. В течение своих злоключений команда открыла множество островов и проливов, поныне носящих имена своих первооткрывателей, например, устье реки «Эндавор» и город Куктаун. Карты Большого барьерного рифа, составленные и нарисованные Куком, легли в основу австралийской гидрографии. Главным же картографом и исследователем ББРа стал капитан Флиндерс, в чью честь названа Большая коралловая банка в Коралловом море. Флиндерс обследовал риф в 1801 и 1802 годах, правильно нанес на карту множество рифов, островов и проходов в открытое море, грамотно описал коралловое происхождение этого природного образования и дал ему современное название, под которым его знают уже 200 лет. Что же это такое пресловутый Большой барьерный риф? Многие ошибочно полагают, что ББР представляет собой сплошную стенку из кораллов, протянувшуюся вдоль побережья Австралии. Но это, конечно, не так. Большой барьерный риф – это плотное скопление из 3000 отдельных коралловых рифов и 900 коралловых островов, стоящих на более древней рифовой основе, примерно в 50-60 километрах от береговой материковой линии. Между рифом и берегом также много отдельно стоящих рифовых банок и островов. Риф принято подразделять на четыре секции, отличающиеся доминирующим типом коралловых образований и составом фауны. Северная секция, секция Кернса, центральная и секция Козерога на юге. Некоторые рифы и острова изъедены мощной туристической инфраструктурой, другие, необитаемые, остаются прекрасными в своей первозданности и по сей день. В состав ББРа входят рифовые образования всех разновидностей, кроме атоллов, которые, согласно господствующей теории образования рифов, зарождаются на краях кратеров древних затонувших вулканов. Поскольку большой барьерный риф формировался на фундаменте древнего рифа и наземного рельефа, здесь больше всего окаймляющих рифов вокруг островов континентального происхождения, банок, надстроенных кораллами над родительскими возвышенностями, и коралловых островов, образованных на особенно мощных банках. Северная часть Большого барьерного рифа вдоль побережья полуострова Йорка – одна из наименее исследованных частей ББРа. Она славится красивыми стенками, обилием всевозможных акул, скатов и черепах. Множество рифов до сих пор неизвестно и не нанесено на карту, на них еще никто не нырял и не знает даже их обитателей. Жемчужина северной секции – остров Ячерец, Лизард-Айленд. Это идеальное место для тех, кто планирует не только ныреть с утра до вечера, но и просто расслабиться и отдохнуть на непафосном, но вполне комфортабельном курорте с теннисом, гольфом, серфингом или просто побродить по красивым пляжам. Рядом с островом расположен знаменитый риф под названием Кот-Холл, являющийся самым северным рифом протяженных ленточных рифов. Он известен обилием крупной рыбы, а также огромных и наглых картофельных групперов – Кот-группер и Потейте-группер. Далее на юг от самого Кернса на протяжении 100 километров тянется полоса рифов, которые ограничивают прибрежную рифовую сеть от Кораллового моря. Пожалуй, самая популярная для дайвинг-сафари – часть Большого барьерного рифа. Столица центральной секции Большого барьерного рифа – Таунсвилль. Самый крупный город на севере Квинсленда, в котором проживает 100 тысяч человек. В нем есть даже казино, не говоря уже о дайвинг-центрах и базах сафари-катеров. В пределах досягаемости однодневных выездов из Таунсвилля расположено большое количество разнообразных рифов. Но самое знаменитое место погружений – затонувшее в 1911 году пассажирское судно «Йонгала». Это уже ставший рифом «Рек» на плоском песчаном дне. Он стал настоящим оазисом и поражает необычайной концентрацией всевозможной живностью. Судно 100 метров в длину лежит на правом борту на глубине 30 метров. Оно густо поросло мягкими кораллами и постоянно окутано плотным облаком разнообразных рыб, пожирающих друг друга и совсем не пуганных. За одно короткое погружение на «Йонгалу» дайверы наблюдают огромных скатов хвостоколов, орляков, электрических скатов, скотообразных акул, серых рифовых акул, гигантских групперов до 4 метров в длину, невероятное множество жирных тунцов, ангелов, императоров, попугаев, морских змей, ну и так далее. Все, даже опытные дайверы, поражены подобным обилием морской живности. Здесь строго запрещены проникновения внутрь судна. Нарушение законов карается большими штрафами. Для иностранных граждан – экстрадицией, а для граждан Объединенного Королевства – даже тюремным заключением до двух лет. Не так давно один американец русского происхождения проник таки в затонувшее судно и был арестован, выпущен на свободу под залог без паспорта, а в данный момент находится в Австралии по следствиям. Дело в том, что «Йонгала» – это большая человеческая трагедия. Это судно называют австралийским «Титаником», потому что в 2011 году это судно во время шторма затонуло, и там погибло примерно тысяча человек. Это судно является братской могилой, и таким образом проникновение туда строго карается законом. Далее на юг «Дайвинг» активность падает, и южная секция Большого барьерного рифа, характерная обилием островов довольно крупного размера и песчаных отмелей на вершине коралловых банок. Большой барьерный риф – хрупкая экосистема, подверженная пагубному влиянию циклонов, мощной туристической индустрии, сельскохозяйственных удобрений, вымываемых море реками, промышленного загрязнения, пролитой нефти, вспышек увеличения численности терринового венца и других зловредных факторов человеческой деятельности и естественной природы. С целью сохранения этой уникальной экосистемы в 1975 году был создан морской парк ББР, а в 1981 году риф был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дайвинг-операторов, с помощью которых можно увидеть подводный мир ББР, очень много. На каждом островном курорте в приморском городке есть дайвинг-центры различного масштаба. Как правило, уровень сервиса высокий, дайв-гиды – настоящие профессионалы, а снаряжение в аренду – хорошего качества. Единственная проблема состоит в том, что они способны предложить только погружение на местных рифах и только в тихую погоду. А вот для того, чтобы познакомиться с самыми лучшими местами погружения на рифе, необходимо дайвинг-сафари с длительностью от 2-3 дней до 2 недель. Я был очарован большим барьерным рифом на первом с ним свидании 20 лет назад. Конечно, будучи на судне, трудно представить всю грандиозность этого явления такого планетарного масштаба. Но бесконечные, удивительно красивые рифы, отмели и необитаемые острова посреди бескрайнего океана оставили у меня необычайно яркие впечатления. Такое, друзья, не забывается. Например, сейчас Красное море практически никогда не бывает красным, и только историки объясняют с натяжкой, что это, дескать, из-за красных приливов. Черное море не чернее, чем любое другое, и даже наоборот, оно светлее и синее многих других морей. А вот в Коралловом море, море кораллов, это факт. Коралловое море является частью Тихого океана, подпираясь с одной стороны большим барьерным рифом, а с другой, ограничиваясь континентальным склоном. Оно сравнительно мелководное, поскольку его дно – ничто иное, как древний коралловый риф, на котором и построена система коралловых рифов Большого Барьерного. Попасть в Коралловое море легко. Нужно выйти из любого серверного порта штата Квинсленд, Кернса, Таунсвилля или порта Дугласа на судне или Дайвинг-Сафари и пройти на нем через один из выходов в запутанном лабиринте коралловых рифов Большого Барьерного рифа. Рифы и обитатели Кораллового моря менее подвержены человеческому негативному влиянию, чем Большой Барьерный, поскольку добраться до них непросто. Самые лучшие места погружения располагаются в 12-20 часах хода на катере от берега. Понырять здесь можно только во время дайвинг-куриза на хорошем, устойчивом судне, ибо укрыться от шторма и ветра в Коралловом море практически негде. Множество рифов Кораллового моря до сих пор не изучено или вообще неизвестно, что дает определенный простор для первого открывательства. Что же делают здешние рифы особенно привлекательными? Это вертикальные стенки, уходящие на километровую глубину, обилие всевозможных акул, включая тигровую акулу и молоты, стаи крупных пелагических рыб типа барракут, тунцов, каранксов и макрелей, обширные пещеры и высокая прозрачность воды. Жемчужина центральной части Кораллового моря это Флиндерс риф. Помните, я вам рассказывал про капитана Флиндерса, который внес большой вклад в картографию Большого барьерного рифа. А площадь этого рифа тысяча квадратных километров. По внешнему краю рифа есть много интересных мест погружений со стенками, колоннами, пещерами и гротами. Далее, за Флиндерс рифом, в самом сердце Кораллового моря разбросаны малоизученные рифовые системы удивительной красоты. Их обрывистые стенки уходят в бездну, а вершины увенчаны ажурными колониями 400 видов кораллов. Немногие сафари суда, которые могут дойти сюда, имеют свои потаенные места погружений, о которых они никому не говорят, в избежании конкуренции и интереса со стороны рыбаков. Южная часть Кораллового моря менее интересна. Здесь не так много стенок, причем они не такие крутые, нет пещер, а Коралловой колонии меньше в размерах. Ну и подводный мир в целом не такой яркий и пестрый, как на севере. Погружаться с удовольствием можно по всему южному побережью Австралии, впрочем, как и везде, где есть океан. Наиболее популярны среди местных дайверов берега штата Новый Южный Уэллс рядом с Сиднеем и живописные берега недалеко от Мельбурна. В холодной воде в 12-14 градусов стоят леса ламинарий и водоросли Макроцистис, среди которых плавают сонные рыбы. А на каменистом дне ползают разнообразные морские звезды, ежи и ракообразные. Из наиболее примечательных животных можно назвать больших ярких актиний, лангустов, крупных крабов, тюленей, а если очень повезет, даже пингвинов. Воды Мельбурна известны уникальными морскими коньками, огромными коньками-тряпичниками. Примерно десяток видов этих фантастических созданий обитают здесь на Мелководье, так что их можно лицезреть прямо под каким-нибудь пирсом. Воды другого, относительно крупного по местным понятиям города, Аделаиды, еще скучнее, нежели воды Сиднея и Мельбурна. На песчаном дне, продуваемом мощными масштармами, задерживается мало жизни. Местные власти строят искусственные рифы для создания более благоприятных мест погружений. Аделаиду в мире дайвинга прославил Родни Фокс, организовавший музей большой белой акулы и создавший из наблюдений за страшным хищником целую индустрию. После того, как акула сильно покусала Родни в молодости, отважный ныряльщик решил посвятить свою жизнь изучению большой белой акулы. Я лично знаю Родни Фокса, это такой добрый, интересный уже старичок, который как раз очень интересно рассказывает историю. Когда он в молодости, ему было где-то 18 лет, охотился под водой и поймал много рыб, к его кукану, на который был нанизан вот эти вот рыбы, на его кукан набросилась большая белая акула и схватила его за бедро, порвала бедренную артерию, и Родни Фокс почти погиб от большой потери крови. Но его спасли рыбаки совершенно случайно, зашили рану, у него до сих пор большой шрам, но тем не менее Родни Фокс не обозлился на акулу, а наоборот всю жизнь посвятил защите вот этих прекрасных, грациозных, вымирающих хищников. И, собственно говоря, база семейного акулевого бизнеса Фоксов располагается как раз в Далаиде. Но главное погружение в клетки с большими белыми акулами производится с борта их сафари-судна, которое совершает регулярный рейс из порта Линкольн, рыбацкого порта, знаменитого мощным Туцовым флотом. Вообще, южное побережье Австралии не то место, куда стремятся дайверы со всего мира. В крупных городах работает множество мелких дайв-центров, которые обслуживают в основном местных жителей. Единственное, из-за чего приезжают туристы, иностранные, это погружение в клетки с большими белыми акулами в порту Линкольн, а также плавание с морскими коньками-тряпичниками в Мельбурне. Еще одно харизматичное место в Австралии для дайверов и туристов это морской заповедник Нингалу, протянувшийся вдоль побережья северо-западного полуострова. Он знаменит миграциями китовых акул, приходящих сюда в марте, апреле и мае. Три месяца в году крохотный провинциальный городок Эксмот вдруг оживляется и становится точкой притяжения всех, кто желает посмотреть на китовых акул. Помимо пятнистых гигантов, на рифе можно увидеть и многих других животных, характерных для коралловых рифов, рифовых акул, черепа, групперов, ну и так далее. Сам риф не настолько красив, чтобы лететь из-за него на край земли. В Австралии в целом спокойная, приятная и безопасная страна. Австралийцы любят свою страну и считают ее самой лучшей на свете. В то же время неуловимый, но ощутимый налет такой полуколониальной провинциальности, кстати говоря, Австралия формально до сих пор является губернией Соединенного Королевства, чувствуется даже в самых крупных австралийских городах типа Сиднея или Мельбурна. Самый крупный это 3-4 миллиона населения, включая пригороды. Основные приморские города восточного побережья, через которые идет поток туристов, Кернс, Таунсвилл и другие, на порядок меньше. В них проживает по 100-200 тысяч человек. В каждом таком городке есть приличные отели, в которых можно на месте заказать туристическую поездку с дайвингов на Большой Барьерный Риф. Однако дайвинг-сафари на хороших судах нужно бронировать задолго до планируемой поездки, за год или даже за два, поскольку они пользуются большим успехом. Местные дайвинг-операторы берегут риф, на котором они кормятся вот уже десятки лет существования дайвинг-индустрии и национального морского парка. Они внимательно следят за правильным отношением к кораллам и жестко наказывают за проявление вандализма на рифе или даже простой небрежности. Запрещено плавать в перчатках, трогать животных, садиться на риф и уж тем более собирать сувениры на память. В общем, все то, что так любят делать российские дайверы. Также в Австралии очень много эндемичных животных, вымирающих, древних, в том числе сумчатых. Все мы знаем коалу, вомбата, сумчатого дьявола, утконоса, то есть животных, которые обитают только в Австралии и которые являются визитной карточкой этой страны и континента. Впрочем, наземные красоты и наземные эндемичные животные это уже отдельная история и про них мы с вами поговорим отдельно. А я завершаю нашу такую короткую обзорную экскурсию по дайвингу в Австралии и вокруг этого замечательного далекого континента и прощаюсь с вами, напоминаю, что мы в Австралию ездим постоянно. Получить визу австралийскую непросто, для этого нужно постараться и собрать толстый пакет таких вот документов, подтверждающих вашу состоятельность и благонадежность, но это все возможно. Поэтому ждем открытия Австралии после пандемии и сразу, друзья, туда. До новых встреч в эфире.